Дагон. Рассказ Филлипса Говарда Лавкрафта, написанный в июле 1917 и впервые опубликованный в 1919 году. Я не считаю его лучшим произведением автора или даже одним из лучших. В его библиографии есть более впечатляющие работы, такие, как, например, «Тень над Инсмотом» или «Ужас Данвича». Тем не менее, этот небольшой рассказ, а прочитать его можно всего-то за 10-15 минут, содержит центральную идею творчества Лавкрафта – полную беззащитность и ничтожность человека перед космогоническим ужасом и мощью древних сил, по сравнению с которой все технологические достижения человечества, все его верования в Бога и самого себя – не более чем пыль, сметаемая с доски великой игры случайным дуновением ветра. Сам рассказ – предсмертная записка моряка, волею судеб узревшего одного из меньших божеств пантеона мифов Ктулху, Дагона, покровителя глубоководных, вымышленной расы разумных амфибий, развернутое описание которых можно встретить в другом, более позднем и, на мой взгляд, куда более сильном произведении Лавкрафта «Тень над Инсмотом». Рассказ Дагон начинается с характерного для Лавкрафта вступления, а именно описания персонажа, но не его внешности, а душевного состояния. Безумие, паника, невероятное потрясение, полностью сломленный дух сильно контрастируют с эмоциями персонажей других авторов, в произведениях которых главные герои, столкнувшись с чудовищными испытаниями или ужасами, не теряют стойкости духа и разума. Для персонажей Лавкрафта встреча с неизведанным древним злом оборачивается не очередной возможностью лениво поиграть мускулами, найти клад или спасти принцессов, а почти гарантированной гибелью, причем в первую очередь гибелью разума. Вот и герой рассказа сразу признается в своей слабости, безумии и отчаянном положении, в котором он оказался после той роковой встречи на острове. Он нищ и слаб. Единственное, что хоть как-то оберегает его от кошмаров, это Морфий, от рабских оков которого может избавить только смерть. После описания персонажа мы получаем схематичную, буквально в паре предложений и завязку сюжета. Во время Первой мировой войны главный герой служил на покетботе, который вскоре был захвачен немецким рейдером. Далее, в общем не прилагая особых усилий, герой уводит лодку с водой и провизией и начинает свое длительное, как ему тогда казалось, морское путешествие. Видно, что данная часть рассказа не особо интересна как самому автору, ибо украсть лодку с провизией с немецкого рейдера это надо постараться, так и читателю. Пролетает она уж очень сумбурно и быстро, да и Лавкрафта мы ценим не за это. Впрочем, вернемся к нашему герою. Абзац с описанием многодневного дрейфа также можно пропустить. Фактически, это просто филер, который подводит нас к главному блоку в рассказе. А вот и он. Примечательно, что изменения происходят во время сна. Тема ночных кошмаров и видений, порождаемых встречей с чудовищем или предчувствием столкновения с ним, частый гость в творчестве Лавкрафт. Итак, главный герой просыпается и обнаруживает, что его почти наполовину засосало в какую-то непонятно откуда взявшуюся трясину, а лодка, которая он так ловко свистнул у немцев, находится на некотором отдалении от персонажа. Удушливый запах гниющей рыбы дополняет жуткое впечатление от увиденного пейзажа. Контраст с морем, синонимичным с привычной картиной мира и непонятно откуда взявшимся зловонным болотом, прослеживается достаточно явно. Мы вместе с персонажем словно пересекаем эту невидимую границу нормального, срываясь в обрыв ужаса перед столь резким и порочным разрушением нашей реальности. Впрочем, для создания аналогичного контраста в эмоциях нас тут же успокаивает. Никакой магии в том нет. Сильное извержение вулкана подняло часть океанского дна, открыв любопытному взгляду путешественника то, что было сокрыто под толщей воды многие тысячи, а возможно и миллионы лет. И выход один – дождаться, пока почва подсохнет, и найти удобный спуск на краю образовавшегося острова, для того, чтобы спокойно уплыть с него. Далее следует тягучее, по-настоящему лавкрафтовское описание острова, не лишенное любви к гигантизму и мистики. Все эти бездонные карьеры, черные глубины, гигантские каменные глыбы, крутые обрывы, словно, цитата, «Я стою на краю мира и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи», показывают ничтожность и слабость человека перед равнодушным ликом вселенной. Именно тогда, когда технический прогресс, казалось бы, должен был сделать из него бога. Минация рассказа – это изучение персонажем древнего монолита, порожденного не силами природы, а трудом разумного существа, и, конечно, встречи с самим догоном. Монолит покрыта резьбой надписями, словно насмехающейся над всей человеческой историей, рассказывающей о бытии глубоководных, их верованиях и божествах. Цитата, «Охваченный благоговейным страхом, который вызывала во мне эта неожиданно представшая моим глазам картина прошлого, по дерзости своей превосходящая концепцию наиболее смелых из антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежащего передо мной безмолвного канала». Ну а дальше главный герой встречается с догоном, и тут, вместо тысячи слов, лучше привести цитату из самой книги. Затем вдруг я увидел его. Поднявшись над темными водами и вызвав этим лишь легкое, почти беззвучное вспенивание, какой-то необычный предмет плавно вошел в поле моего зрения. Громадный, напоминающий подифема и всем своим видом вызывающий чувство отращения, он устремился, подобно являющимся в кошмарных снах чудовищу, к монолиту, обхватил его гигантскими чешуйчатыми руками и склонил к постаменту свою отвратительную голову, издавая при этом какие-то неподдающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошел с ума. Обезумевший от увиденного, герой спешит к своей лодке. Оказавшись рядом с ней, он вскоре впадает в беспамятство. Очнется он в госпитале Сан-Франциско, куда его доставит капитан американского корабля, подобравший лодку в океане. И далее, до конца, до самоубийства героя, мы наблюдаем еще одну характерную черту в творчестве Лавкрафта. Медленное сползание персонажа в пучину безумия, порожденное встречей с неведомым, и абсолютное незнание, непонимание и даже неприятие со стороны окружающих. Они словно живут внутри хрустального шара и не осознают, какие ужасы обитают за столь хрупкой оболочкой привычной реальности, и как легко этот мир может быть разрушен или порабощен ими. Человек, познавший огонь, пар, сталь, порох, покоривший небо и уже алчущий космоса, возомнил себя царем вселенной, не понимая, насколько она жестока к подобным глупцам, и что люди – всего лишь пыль в дальнем уголке ее дома. Осознание этого приводит к безумию. Безумие приводит к гибели, неважно какой – телесной или духовной. Так что в итоге? Обязательно ли читать данный рассказ или нет? Мое мнение, если вы не являетесь большим поклонником творчества Лавкрафта и не задались целью прочитать непременно все его произведения, а хотите просто ознакомиться с его книгами, то я рекомендую выбрать такие произведения, как «Тень над Инсмутом» или «Ужас Данвича». Они больше по объему, но при этом, лично на мой взгляд, интереснее и целостнее догона. Впрочем, выбор, как и мнение, всегда остается только за вами. Всегда сомневайтесь, всегда думайте. Ну а на сегодня все. Надеюсь, что вам понравился данный обзор. Вы можете написать в комментариях, какое произведение Лавкрафта, а может, не обязательно его, разобрать в следующий раз. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok